Здравствуйте, дорогие друзья. Новости с каббалистом Михаилом Лайкманом. Добрый день. С одной стороны, я сказал новости, с другой стороны, какая-то новость. 9 ава приближается, 9 ава трагический день, когда падали храмы, когда уходили в изгнание евреи из Англии, Франции, Испании, когда распахана была храмовая гора. Там такое количество событий, когда Богдан Хмельницкий убивал евреев. Все страшные события происходят. Первое гетто создано 9 ава, Варшавское гетто эвакуировалось, везли на убивание евреев 9 ава и так далее. Да. Эта дата очень критическая. В это время проявляется самый большой эгоизм, то есть отрицательное свойство, находящееся в человеке во всех людях, в человеке как собирательный образ, который противоставляет его положительной силе природы, называемой или природой, или творец. И надо его выявить. Вообще человек вооруженный, он видит заранее, что можно делать, что нельзя, куда можно ступать и куда нельзя. И поэтому он с помощью знания, он переживает те же, в принципе, состояния, что и человек, который без знания попадает и находится внутри этих проблем. Но знающие, он переживает их заранее. Ему приходится много вкладывать в исследование, в понимание, в развитие себя, в ощущение опасности. Но это всё оправдано, потому что в итоге он движется вперёд нормальным путём. Он понимает, что ему надо противостоять своему эгоизму, допустим. Он знает, как он должен с ним бороться. Он знает, что здесь необходимы систематические занятия над собой, в группе, с другими. И то, что мы изучаем из науки каббала. Это мы так готовимся к 9 авгу. Да, и тогда таким образом мы преодолеваем все эти проблемы, которые должны раскрыться в нас в обязательном порядке, потому что не раскрывавшись, они находятся в вскрытии, и мы не можем их исправить. А раскрытия проблем, они происходят именно таким образом. Если мы к ним заранее готовимся правильно, то они раскрываются нам в нашей подготовке, в той мере, в которой мы желаем, и в том темпе, в котором мы в состоянии их исправить. А если мы к ним не готовимся, то они приходят в виде вот холокоста, всевозможных изгнаний, проблем, погромов и так далее. И это происходит всегда. Поэтому и сейчас каббала также предупреждает нас о том, что мы должны двигаться осознанно вперед, во все большем и большем соединении между собой, чего на самом деле нет. Мы с каждым днем все больше и больше разъединяемся. И есть среди нас целые круги, огромные в нашем народе, здесь в Израиле, которые разъединяют и показывают примеры заединения, противопоставления себя другим, которые работают только на себя, а не на государство, а не на народ. К сожалению, это все приводит нас к очередной катастрофе. Это очередной девятой авы такой приближается. Или мы все время, получается, в нем находимся? Нет, нет, нет. Мы все-таки приближаемся к нехорошим событиям. А каббала говорит о том, что вопреки всему нашему разъединению, эгоизму огромному, большому, который в нас постоянно находится, все время развивается, мы должны начать объединяться. Объединяться вопреки всему и над всем. Как сказано, все прегрешения покроют любовь. Не исправят, а покроют. То есть не надо нам обращать внимание на то, что у нас внутри, отрицательные такие побуждения друг другу. Это естественно в нас, как в самом развитом народе в мире. А мы должны, несмотря на это, сближаться. И есть методика сближения, которую именно каббала объясняет нам, и мы должны ее реализовать. То есть подготовкой, грубо говоря, возможного вот этого падения девятого авы является то, что мгновенно, как только это приходит, как вы говорите, сразу покрывается любовью вот эти все падения. Поэтому после девятого ава, через неделю после девятого ава, есть день любви. Потому что все-таки согласно программе творения, за всеми проблемами этими следует единение и любовь. Но в общем это находится в наших руках, и я надеюсь, что все-таки люди, которые далеки от каббалы, и противники каббалы, они поймут, что там находится методика объединения. И мы обязаны взять ее на себя, реализовать ее, показать всему миру. И только таким образом мир придет к своему успокоению. Так что будем надеяться, что мы построим в наших сердцах между нами, в нашем хорошем объединении, то, что называется Третий Храм. И в нем мы раскроем Творца, силу любви между нами.